Если говорить о поэзии, то я понимаю, что это такое разящее оружие, как рапира. Если попадание точное, то это насмерть. Если проза это как асфальтовый каток, закатывает, закатывает, читатель вырывается, убегает, писатель за ним гонится, настигает, и такая сложная борьба, то поэзия это очень мощное оружие. Поэтому мы этой темой интересуемся сегодня вместе с вами. И я на примере нескольких своих книг расскажу свой взгляд, как это все происходило. Вот одна из моих книг, она называется «Бал объятых пламенем», это антология предательства, грабежей и насилия. Писал я ее по странному стечению обстоятельств. У нас вот здесь есть «Белый Раст», там на той стороне вам такое название, наверное, слышно. Вот, Лобня, Красная Горка. И вот в этих местах наш предатель Власов разбил их предателя, Гепнера, танкового генерала. Вот такое странное обстоятельство битвы двух предателей. И, в общем, это было наступление под Москвой. И, в общем, с этого момента как-то завязалась вся эта тема предательства, насилия. И вот один из предателей Германии, Клаус фонд Штауфенберг, такой известный человек, который устраивал восстание против Гитлера, бунт. Вот он представитель немецкой элиты. В его роду был Фридрих II Гоген Штауфен, правитель Священной Римской империи. Их было трое братьев, и они были увлечены очень историей. Читали книги, которые писали немецкие. Был такой круг Стефана Георгия, я чуть попозже о нем расскажу. Вот, книга императора Фридрих II. Вот, там примерно повествование выглядело таким образом. Стоит жаркий сентябрь 1228 года. Белизна крепостных стен упирается в синеву море и небо. Перед тем, как умчаться по волнам к ослепительному горизонту, блики солнца отражаются на поверхности металла. Рыцари ордена тамплиеров в белых плащах с крестами красного цвета, сержанты в черных плащах застыли на берегу. На ветру черное и белое одеяние переплетаются и образуется знаменитый черно-белый флаг тамплиеров. Аккра встречает Фридриха II Гогенштауфена, правителя Священной Римской империи, прибывшего на восток в сопровождении большого войска и множества галер. Великий магистр ордена тамплиеров Пьер де Монтегю падает ниц и целует колено императору. Толпа взрывается криками восторга. Император Священной Римской империи столь славен, что называют его ступор мунди, чудо света. Самый влиятельный король со времен Ричарда Львина Сердца вступил на святую землю. Вот эти два мальчика 16-летних, 14-летних обсуждают вот эту историю героическую Германии. Сердце их трепещет от волнения, как там все здорово было. При этом военные технологии того времени тоже достаточно были сложны. Мне как-то пришлось задуматься, что же там было такого интересного. Так вот, оказывается, что рыцарские доспехи, в переводе на современные деньги, они стоили около миллиона долларов. Вот, то есть это было очень сложное такое изделие, и, в общем, мне пришлось почитать, перевести на коров, на кур, там, в общем, вот это все таким образом. Ну, вот оказалось, что это такая дорогая штука. Вот, а замок, вот, например, рыцарей Иоаннитов, но это примерно из того же периода, который я упомянул. Это было столь сложное фортификационное сооружение, что вот однажды мне пришлось быть на Родосе. Я ходил, наверное, три или четыре часа, чтобы понять, вот что же там руководило, такой замысел военных, вот что ими руководило при строительстве этой крепости. Но, тем не менее, эти технологии были очень совершенными на то время, и, в общем, вот этот вот, этот оплот рыцарей на Родосе, они там очень успешно, несколько сотен лет отражали нападки, ну, для простоты назовем турками. Вот это то, что они подали, там пять тысяч рыцарей стояло, и вот они все то, что туда пытались захватить, они это успешно отражали. Ну, вот эти вот два парня очень были взволнованы этой историей, вот, величие Священной Римской империи в сочетании со страданиями от меланхолии, вот, которая испытывала общество Германия после поражения в Первой мировой войне, люди на немецкой земле хотели, в общем, какой-то, ну, реванша, скажем, такое понятие будет понятным. Вот, и в начале прошлого века поэзия была не менее влиятельна, чем, допустим, вот рок-н-ролл 60-х, 70-х годов, то есть, в общем, там всякие звезды, если вы, в общем, дети, внуки вам докучали громкими, там, бессвязными звуками, там, и движениями, вот это вот было примерно, тогда вот поэзия так примерно выглядела, и она, хотя шепот пера, он был достаточно тихим, но вот он не может быть громким вследствие своих физических свойств, но вот эта таинственная реакция чернилой бумаги рождала слово, которое катилось по миру и оборачивалось миллионами поклонников, вот, ну, поэзия еще не являлась религией в те времена, но смыслы, мысли людей шли к поэзии, как в церковь, на исповедь. Значит, что дальше вот с этими ребятами происходило? Они познакомились с самым известным поэтом-символистом Германии, его звали Стефан Георгий, это был очень странный по внешнему виду человек, одевался он более чем небрежно, носил он на плечах кусок изношенной ткани, вот, это мог и тонкий волок быть, какое-то одеяло больничное, и сукно для ведомственной шинели, это было непонятно. Одежда его производила впечатление крайне нищенской, вот, но он не был беден, просто вот у него был такой стиль, так он выбрал, что он будет вот так ходить. Но он был лидером, соответственно, немецкой мысли поэтической, философской, вот, вокруг него скопились очень известные писатели, ученые и поэты, вот, и, соответственно, Ну, чтобы было понятно, в чем странность, вот, у него была огромная башка, вот, космы такие в разные стороны, никакая шапка не могла на них, в общем, разместиться. Он был, соответственно, больше всего, наверное, напоминал какого-то гнома из Диснейленда, вот, в общем, по виду можно было принять. И дополняло, что, в общем, он потерял свою белоснежку, а белоснежку звали Максимилиан Кронбергер, это был 16-летний юноша, он ему в дальнейшем не изменял, вот, в силу своих странных таких отношений, писал много о стихотворении, Максимин, как его называл, умер от менингита, но, вот, в общем, он хранил верность своей этой белоснежке до конца жизни. Вот такой странный человек, в глазах его горел свет, лунный свет, такой отстраненный, но он был гипнотический какой-то, внушительный, вот, диктовал подчинение, и вот вокруг него скопилось круг приближенных людей, писателей, поэтов, ученых, и, соответственно, этот круг назывался Тайная Германия, вот так они решили. Это не было, в общем, такое какое-то тайное общество, ни секта, ни клуб, вот, люди объединялись по интересам, они издавали журнал, страница для искусства на русский язык переводится, по-немецки это было Blatter für die Kunst, ну, так я перевел заранее, он издавался определенным человеком до 19-го года, сейчас это издание достаточно дорого с точки зрения библиографической ценности, вот, если вам достанется в библиотеке, вы его, здрасте, да, здрасте, ребята, вот их можно здесь привязать, пусть слушают, вот, и, соответственно, эта библиографическая ценность, если вам достанется, немедленно берите, вот, вот это будет правильно. Ну, соответственно, эти люди тоже интересовались историей Германии, то есть, в общем, история такая вот, героическая история Германии, там получалось у нас наиболее популярное такое слово Третий Рейх, вот, а вот Первый Рейх, это было как раз Священная Римская империя, Второй Рейх, это Бисмарк, и вот Третий Рейх, он как раз вот рождался в кругу этих людей. Как это происходило? Соответственно, в Священной Римской империи руководитель или правитель назывался Цезарь, Цесарь, Кесарь, там, Цезарь, в общем-то, и являлся синонимом неограниченной власти. Ну, и, соответственно, у этих поэтов тоже стала вырабатываться такая линия, что страной должен править вождь, а это слово с немецкого переводится как фюрер, вот уже первый шаг к тому, что, в общем, мы, о чем мы будем говорить, о том, как немецкая поэзия символистов повлияла на формирование нацистской идеологии, как ни странно. Вот, очень такой момент оказался результатом моих исследований литературных, и не только, вот, то, что, в общем, вот, ребята эти в значительной мере повлияли на формирование этой идеологии. То есть, там соответствующие труды назывались поэт, как фюрер немецкой классики, вот, допустим, да, там, соответственно, предполагалось, что такой поэт исполнен решимости устроить германские сумерки богов, эсхатологическую битву. Ну, эсхатологическую, это, то есть, в общем, это такое деление на черное и белое, то есть, в общем, просто, да, ну, биться до смерти, там, кто-то должен погибнуть. И битва должна была озаряться солнцем Мельхиора Лехтера, соответственно, вращающийся символ свастики. Ну, или фашистский знак, как мы его знаем, в общем, с детства нас учили, не любить такой, вот, значит, соответственно, он там появился. Ну, и, в общем, они так вот говорили, что только война должна заставить народ проснуться, народ, над которым кружатся боги, соответственно, рождает там героев и так далее, вот, остается только этот народ, все побеждают. И, соответственно, этот значок, который произошел от слова Хакен Кройт, сломанный кристалл, появляться на аватаре вот этого Стефана Георгия. Ну, аватар, это, грубо говоря, вот такой рисуночек, который внизу у книги рисуется, вот, а у молодежи, это вот они, когда в интернете там регистрируются, да, если вы знаете, то у них называется аватар. Вот, то есть, вот, у меня, например, там бульдозер над 5D7, а у них, вот, у этого поэта главного, руководителя круга, у него вот был древний знак свастики. Ну, и я скажу так, что будущий министр пропаганды Третьего Рейха, Йозеф Геббельс, он был очень увлеченным поклонником вот этого символиста Стефана Георгия. Вот эти все истории сказочные, там, о всепобеждающем шествии германских богов, возрождении священной Римской империи. Вот, он очень хотел вступить в этот круг, и, соответственно, его туда эти ребята от Стефана Георгия не приняли. Он был маленький, хроменький, вот, как Байрон, но талантами такими не обладал, и они ему сказали, извини, брат, в общем, давай, как-нибудь наш круг останется герметичным для тебя, и они его не приняли. Он, соответственно, защитил диссертацию совершенно какого-то другого человека, он хотел был тоже быть ученым, вот, и она называлась некое имя Вильгельм фон Шуйц «Вклад в историю романтической драмы». Вот, ну, в общем, он с какого-то другого края решил зайти в науку этот, соответственно, Геббельс, ну, вот, как-то вот у него с ведущими мыслителями германского, того периода германского времени у него не получилось. Значит, соответственно, там был ключевой человек, Эрнест Конторович, который вот издал эту книгу император Фридрих II, я недавно ее на книжной выставке видел, какие-то ребята ее перевели, к моему удивлению, вот. Она чисто историческая, но эту книгу читало все вот поголовно немецкое руководство, и хотя автор был, в общем, еврейского происхождения, там были такие сюжеты, что однажды Гитлер застал своего генерала с книги императора Фридрих II, тот, в общем, был достаточно напуган, что, в общем, связь вот с этим еврейством там не поощрялась, но Гитлер сказал, ничего, давай, это хорошая книга, читай, там все будет хорошо. Ну вот, получалось таким образом, что вот эта вот идеология, которую прорабатывали, вот эту базу прорабатывали все эти поэты-символисты, она, в общем, стала, она была, соответственно, какого-то в университетской среде родилась, да, в общем, то есть, на самом деле, вроде бы ничего такого страшного не представлялось. Вот это была тихая университетская заводь, вот, воронка кружилась завораживающая красотой своих замыслов, но этот водоворот был мощный, он затягивал на дно неокрепшие умы. Огромная мощь этого водоворота затягивает на дно аристократические кланы, вот, и они, вот, не сознавая своего падения, смешивались с той мутью забросов общества, который поднимался им навстречу. И через полгода после прихода вот национал-социалистов к власти начинается, в общем-то, вот, извержение, то есть, исторжение всех вот этих писателей, интеллектуалов, они начинают вот эти, новая немецкая власть начинает изгонять оттуда, вот. Ну, соответственно, Геббельс, помню о своем желании сотрудничать с этими поэтами, он организует там какое-то подразделение типа «Имперская палата культуры» назывался, ну, у нас это называется «Министерство культуры», а у них вот так вот, в общем, тоже было такое. Вот, они очень хотели, чтобы Стефан Георгий там был, руководил, участвовал, но он, в общем, сильно так был озадачен происходящим и быстренько удалился из Германии в Швейцарию. Ну, соответственно, что можно сказать о тех вот руководителях Германии? Ребята, эти были из бандитов, если на наши простые слова переводить, первые деньги, которые появились у Гитлера, он потратил на приобретение газеты «Тверкишер Биабахтер» и купил себе самый дорогой Мерседес. Ну, в общем, надо вспомнить, наверное, по Марфину тут ездили ребят в тренировочных костюмах на 600-х Мерседесах, вот у нас на кладбище на центральных аллеях эти молодые задорные стриженные лица, сейчас там можно увидеть. Вот, ну вот это такие же ребята были и там, вот, штурмовики эти бандиты, которые все громили-грабили, вот, это такая же вот какая-то была очень похожая история, и вот внезапно все эти люди интересовались литературой. Вот, если говорить о Гитлере, то один из журналистов, его звали Оскар Ахенбах, в апреле 1933 года попал в резиденцию Гитлера, получил возможность ознакомиться с предпочтениями фюрера. И в резиденции, вот, которая называлась Бергхоф, в спальне Гитлера, он видит книгу «Сокровища Серебряного озера» Карла Мэя, это вот ту самую, где Виниту, вождь Апачи и старина Шаттерхенд идут по следу негодяя полковника Бринкли, желающего первым добраться до пещеры с золотом. Ну, вот эту вот информацию, вы помните фильм, да, Виниту, вождь Апачи? Это вот опасно было, что мы его смотрели, оказалось, что это вот любимый такой персонаж, совершенно не того человека. Вот, и, соответственно, этот журналист этот факт обнажил, тираж книги стал в районе 300 тысяч, это много. Ну, и этот автор был, собственно говоря, и на ночном столике Геринга, вот, тоже он, в общем, читал его. В библиотеке Гитлера было 16 тысяч томов, а хорошо укомплектованная библиотека была и у Геринга тоже, в общем, соответственно. Ну, что я хочу сказать, если мы привыкли смотреть на Гитлера просто как на какого-то такого достаточно просто отрицательного персонажа, надо отметить, что это был очень серьезный противник, у него была, то есть, как личность он имел фотографическую память, то есть он мог на ночь прочитать справочник по вооружениям в 600 страниц, а на следующий день на совещании там где-нибудь с военными, там они планируют операцию в Норвегии, нужно привезти какие-то артиллерийские орудия, вот, и люди озадачиваются тем, что вот эти вот орудия не проходят в транспортный люк самолета, вот, и Гитлер их поправляет. Нет, господа генералы, там вот такой-то тип вот такого-то орудия, он туда проходит, ну, смотрит, действительно проходит. Вот, вот, у него была такая, как бы, тема, он был, в общем, на самом деле, ну, чтобы прекратить, вот, детализацию этого момента у него, скажу, что он был одним из ведущих специалистов по вооружению, хотя он был любителем, но в силу своих каких-то вот таких вот данных. У него была интуиция какая-то нечеловеческая, на него вот эти многочисленные покушения, от которых он ускользал там в последнюю минуту, у него было сугистологическое воздействие, тот, что он выходил вот на трибуну, вот, и там, в общем, все приходили, соответственно, в синхронное состояние с ним, в общем, он поднимал стадионы, как рок-звезда, вот, на самом деле, это был очень серьезный противник, чисто в человеческом духе, исчезья ада, вот, с которым, в общем, нам пришлось бороться и победить. Ну, соответственно, мы говорим об элите, которая примкнула к этому движению, этот Клаус фон Штауфенберг, он был совершенно фанатом этого Стефана Хигг-Георгия, он входил в это общество, много стихотворений читал наизусть, вот, очень было отравлено этими идеями германского величия, Третий Рейх, в общем, вот это все у него было в голове, все это занимало, но при этом он, в общем, если немецкое руководство выбрало путь преступления против человечества, то вот Штауфенберг, он, в общем, хотел идти к величию Германии, ну, как, мы пойдем другим путем, как, в общем, собственно говоря, Ленин про своего брата, которого казнили, он, в общем, вот, решил бороться вот с этими нацистами, но был он блестящий совершенно офицер, то есть, очень был, ну, он образованный был, блестящий, способный, он был административный какой-то снабженец там, и сначала, конечно, ему очень нравилось побеждать, особенно вот это все в Польше, во Франции, там был он восторженные письма домой писал, как там все хорошо, но быстро его образовала цепочка ранений, которые он получил в Северной Африке, если специалистов из санатория нет, я пропускаю подробности, как им ампутировали руку, глаз, там какие-то он, лечили его три месяца, в общем, у австралийских пилот на самолете Китихок П-40, в общем, атаковал колонну, он там блестяще руководил отступлением немецкой вот этой вот танковой колонны, но, в общем, ему не повезло, у него были ранения, случайно проходящий медицинский транспорт захватил его, вот эти медицинские заключения его длились достаточно долго, и началось его лечение 7 апреля, закончилось 3 июля, вот, с тех пор он, соответственно, это пробудило в нем, в общем-то, понимание, что не надо, в общем, идти с нацистами, потому что там все нехорошо, вот, и, в общем, здесь получилось, его выступление завершилось смертью, но не забвением, конечно, ну, скажем, поэзия довела вот эти пристрастия к поэтическим образом, там, исходологическая битва, сумерки богов, в общем, ну, вот, в общем, не очень получилось, если бы он, конечно, бы укладывал шпалы, бухал, гулял, то, наверное, прожил был благополучно до 60-х, ездил бы на Мерседесе 60-х годов, там, на какой-нибудь немке был женат, ну, вот, он решил, как местный, как декабрист, в общем, на немецкий лад, вот, ну, участие в восстаниях до добра не доводит, собственно говоря, человечество, конечно, без всяких восстаний не может жить, и, в общем, вот, ему, соответственно, такой пришел конец, вот, странные обстоятельства, что поэзия символистов совершенно вроде такая безобидная, вот, представьте, ваши библиотеки, вдруг начинают приходить люди, читают, там, Пушкина, Боротынского, там, Есенина, всего, с цепями сбитыми, в общем, и понеслось отсюда, вот, такая вот странная какая-то произошла, то есть, величие России, там, что-то поднимают, вот, так вот, в Германии получилось, вот, что поэзия, она, в общем, сыграла значительную роль в формировании нацистской идеологии.